Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемый Ариапак, дорогие ребята! Нам стоит ощутить страх этих великих путешественников и восхититься их мужеством. Ибо, как мы увидим, они сумели преодолеть свой страх. А ведь преодоление его – ничто иное, как мужество. Эстонский писатель и государственный деятель Леонард Мэри. Напоминаю вам, что четвертьфинальные состязания Третьей Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Карачаева Черкесии проходят в рамках международного десятилетия сближения культур и посвящены 170-летию Русского географического общества и 70-летию ЮНЕСКО. Тема Третьего Агона Четвертьфинала посвящена жизни и деятельности Витуса Беринга, русского мореплавателя, которому в этом году исполняется 335 лет со дня рождения. Источниковой базой Агона является биография Беринга, его вклад в изучение территории российского государства. Ваши знания по теме Четвертьфинала оценивает жюри, которая называется Ариапагом. В состязаниях Третьего Агона принимают участие обучающиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений Карачаева Черкесской Республики, вышедшие в четвертьфинал по итогам отборочного тура. Бекбарзова Анжелика, станица Зеленчукская. Ловина Анастасия, город Черкесск. Асхаков Умар, село Кичибалык. А также агонисты, теоретики и зрители, прошедшие отборочный тур. Начинаем конкурс русского языка. Ребята, в течение двух минут вы должны будете исправить ошибки, если в тексте таковые будут иметься. Пожалуйста. Начинаем работу. Время. Давайте посмотрим, как вы справились с заданием. Москва не одобрила санкции. Экономика зашевелилась. Серебряный лапоть. Лису Гипербола. Эпифора. Да. Одна ошибка. Если это не перефраз, то что? Не знаете, да? Так. Правильно. Серебряный лапоть. Гипербола. Эпитет. Два. Так. Здесь анафора вы написали, да? Раз, два, три, четыре. Четыре ошибки у Анастасии. У вас посмотрим. Перефраз. Вы оставили сравнение, да? Эпифора. Раз, два, три, четыре ошибки. Четыре ошибки. А теперь внимание на экран. Правильный ответ. Москва не одобрила санкции. Это у нас синек доха. Экономика зашевелилась. Олицетворение. Петра творение. Перефраз. Видите? Серебряный лапоть. Оксюмарон. Свистит богатый и леса к земле преклоняются. Гипербола. И последнее предложение у нас. Эпифора. Переходим к конкурсу красноречия. За 15 минут до начала агона вы получили тему. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. В течение 40 секунд вы должны высказаться на эту тему. Анжелика, вам слово первое. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Ариапак. Бигбарзова Анжелика. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Я согласна с высказываемым Лихачёва. Хитрость, как известно, свойственно поворачивается… Можно названного, пожалуйста? Продолжайте. Не нервничайте. Спокойно. Хитрость, как известно, поворачивается лицом к самому… Все, 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 все. К сожалению, время. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемая Ариапак. Ловина Анастасия. Мудрость – это одно из значимых качеств человека. Мудрость всегда ценилась людьми. И было много философов и мыслителей, например, Кант или Аристотель и так далее. Ум и доброта должны содействовать друг другу. Доброта – одно из важнейших качеств человека. И хитрость – это ум без доброты. И хитрость – это не всегда хорошо, не всегда плохо. И я считаю, что в каждом из нас должна присутствовать небольшая хитрость. Спасибо за… 40 секунд. Умар, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Я Исхаков Умар. И я постараюсь здесь нить все свои мысли за счет данной нам темы. Мудрость, как известно, это умение, в первую очередь, это умение прощать. Но уметь прощать умеет только тот человек, у которого среди черт характера имеется и доброта. Мудрость – это не только умение прощать, это умение дать дельный совет и помочь в какой-нибудь, в той или иной ситуации. Благодарю. 32 секунды. Уважаемый Ариапак, подведите, пожалуйста, итоги двух конкурсов. По итогам пролога максимальное количество баллов заработала Бекбарсова Анжелика. Несмотря на то, что у нее не удался конкурс красноречия, но она смогла угадать, даже кому принадлежат эти слова. Да, действительно, они принадлежат Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Хорошо красноречиво рассказал Умар. И немножечко, чуть-чуть похуже выступила Анастасия. По итогам 12 баллов у Анжелики, 10 баллов у Анастасии и 11 баллов у Умара. А теперь переходим непосредственно к состязаниям. Наибольшее количество баллов у Анжелики. Какую дорожку выбираете вы? Желтую. Желтую. Пожалуйста, проходите. Умар, пожалуйста. Красную дорожку. Пожалуйста. Настя у нас на зеленой дорожке. Она самая долгая, но, может быть, она самая и верная. Право выбрать первым вопрос предоставляется Насте. Вопрос номер 8. Вопрос номер 8. Двинско-Обский отряд, Обско-Енисейский отряд, Восточно-Енисейский отряд, Западно-Ленский отряд, Восточно-Ленский отряд, Южный отряд, Академический отряд. Что это за отряды и какое отношение они имеют к Витусу Берингу? Какого отряда еще нет в этом списке? Я думаю, что это, скорее всего, отряды, в которых участвовал Витус Беринг, это в войне с Турцией. В 1710-12 год, с 10 по 12 год, когда он также был на Азовском флоте. А вообще что это за отряды? Военные отряды. Россия. Ну, мы будем обсуждать. К сожалению, с ошибочкой вы переходите, Настя. Гибена Вася, город Усть-Джигута. Это были отряды, которым была предназначена в Великой Северной экспедиции обследовать моря Северного Ледовитого океана. И они связаны Витусом тем, что он должен был заведовать ими, кроме первого отряда, который заведовала сама адмилатист коллегия. Спасибо. Орден. Анжелика, выбирайте вопрос, пожалуйста. Третий. Вопрос номер три. В 1724 году 43-летний Витус Беринг особым указом Петра I был возвращен во флот с производством капитана первого ранга. Какая должность была возложена на Беринга с момента возвращения во флот? В 1724 году после возвращения в русский флот, повторите вопрос, пожалуйста, последний. Был возвращен во флот с производством капитана первого ранга. Какая должность была возложена на него с момента возвращения? Должность какая была возложена? Я думаю, что его должность была возложена на... Нет, я точно не знаю ответ. С ошибкой переходим. Пожалуйста, теоретики. Аркинова Ася, город Черкесск. Может быть, командовать первой экспедицией? Экспедицией. Руководить, да? Да, руководить. Как эта экспедиция называлась? Первой экспеди... Сибирской экспедиции. Ой, Камчатской экспедиции. Камчатской экспедиции. Пожалуйста, орден. Он до самой смерти руководил этой экспедиции. Пожалуйста, Умар, выбирайте вопрос. Пятый вопрос. Вопрос номер пять. Какими чертами характера обладал Чириков Алексей Ильич, один из руководителей первой и второй Камчатской экспедиции? Черты характера? Чириков, скорее всего, я осмелюсь предположить, что он был ответственным и... Черты характера? Ну... Затрудняетесь, да? Да. Ну, я могу вам предложить бриз вопрос. Будете отвечать? Да. Выберите, пожалуйста. Прочитайте слух. Глаза слепы. Продолжите фразу. Антуан де Сенте Грипери. Маленький принц. С маленького принца ты должен продолжить фразу. Глаза слепы. Затрудняетесь. Да. К сожалению, вы покидаете эту игру. А фраза эта звучит таким образом. Глаза слепы. Искать надо сердцем. И мы возвращаемся к вопросу, который был задан Умару. Павлова Наталья Чириков был весьма неосторожен, особенно во второй камчатской экспедиции, когда на середине своего пути он потерял большую часть своего отряда, когда как осторожный Беринг сохранил свой отряд. Спасибо. Продолжаем обсуждение. Хабсерокова Диана, лицей Алухабес. Соколов, историк первой камчатской экспедиции, писал, что Алексей Чириков является надеждой русского морского флота. И также он образованный, умный, скромный и твердый. Точно так же Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что главным в экспедиции все-таки является Алексей Чириков, который наиболее решительный и отважный, нежели Витус Беринг. Умница. Пожалуйста, орден. Настя, выбирайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос номер два. Вопрос номер два. Прослужив более 17 лет в российском флоте, приняв участие во многих сражениях, Витус Беринг в 1721 году подал в отставку. Что послужило причиной принятия такого решения, Настя? Одной из причин было то, что другие капитаны из зарубежных стран приезжали в Россию и незаслуженно получали выше звания, чем капитан Витус Беринг. И он считал это незаслуженным и просил, чтобы его повысили по должности. И из-за этого подал в отставку. Но затем в 1724 году его вернули по указу самого Петра Первого в чине капитана первого ранга. Проходим. Правильный ответ. Выбирайте вопрос, Анжелика. Первый. Вопрос номер один. Витус Йонсен Беринг. В честь кого он получил свое имя, свое отчество, свою фамилию? Кто были его родители? Его отец был немец, а мать его была латышка. Нет. По-моему, да. И он получил еще... У него дядя был, его звали Витус Педрес, тоже Беринг. И по его имени, его именем вы и назвали. Мы принимаем ответ? Неполный ответ чуть-чуть. А имя Витус? Витус? Это от дяди Педрес Беринг. Витус. К сожалению. Анжелика становится теоретиком. Обсуждаем вопрос. Чумаева Марина, город Ужикута. Витус Беринг был назван в честь своего дяди, то есть Витус. А фамилию он получил от своей мамы, которая была из дворянского, очень родного, но обедневшего рода. И они посчитали, что фамилия матери будет более благородна для такого мальчика, как Витус. Спасибо. Медаль, пожалуйста. Кто еще может дополнить? Беджиева Асиад, село Дружба. Ну, я соглашусь со сказанным ранее, что действительно мать Витуса Беринга, она была из знатного, но обедневшего рода, ее звали Анна Беринг. Отца звали Йонас Свенсен, он был попечителем церкви, но действительно ему дали фамилию матери для того, чтобы в дальнейшем жизни она как-то ему пригодилась. Ну, я думаю, фамилия Свенсен не так бы пригодилась, возможно, она была не такого высокого происхождения, как фамилия матери. А имя Витуса, ну, ему дали в честь его дяди. Дяди. Ну, а отчество Йонсен дали в честь отца. Спасибо. Я думаю, это тоже медаль. Как дополнение, это медаль. Спасибо. Настя, выбирайте вопрос. Вопрос номер четыре. Вопрос номер четыре. Надлежит отправиться для обыскания американских берегов, дабы они всеконечно известны были, на он их побывать и разведать подлинно, какие на них народы и как то место называют, и подлинно ли те берега американские, и плыть вдоль них, сколько время и возможность допустит. По своему рассмотрению, дабы к камчатским берегам могли по тамошнему климату возвратиться. Это задачи первой и второй камчатской экспедиции, и в каком документе они нашли свое отражение. Документ. Указ Петра Первого об экспедиции, об организовании экспедиции. Какой экспедиции? Второй камчатской экспедиции или Великой северной экспедиции. Великой северной экспедиции. Год можешь сказать? 1733-1743 год. И у нас победитель третьего агона Анастасия. АПЛОДИСМЕНТЫ Переходим в эпилог. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, в третьем агоне остались неиспользованными три вопроса. И у вас есть возможность заработать очередные ордена и медали. Вопрос номер шесть. В 1729 году, возвращаясь обратно после 200-мильного перехода на восток в поисках американских берегов, Беринг на судне Святой Гавриил на пути в Охотск обошел Камчатку с юга и установил точные размеры южной оконечности полуострова. Это открытие стало крайне важным и нужным для всех последующих экспедиций. О чем пожалел Беринг? Ебена Вася, город Ужжигута. Он пожалел о том, когда он отправлялся в первую Камчатскую экспедицию, то, что ему пришлось пройти через середину Камчатки, так как они не знали, где кончается ее южный берег. И он пожалел, что потратил очень много времени и средств для того, чтобы перейти всю Камчатку. Умница! Орден! Вопрос номер 7. 23 июня 1729 года Беринг вернулся в Охотск, а в 1730 году, после пятилетнего отсутствия, в Петербург, результатами экспедиции Беринга в Петербурге не были довольны. Почему? Махце Заур, город Ужжигута. Ну, может быть, потому что он не исследовал Курильские острова и соединение Японии с Россией. Спасибо. Продолжаем обсуждение. Мал Сагинов, Чамал, село Чапайское. До Витуса Беринга в Сибири исследовал казак Павлутский и Павлутский Шестаков. Они создали карты, которые были ложными, а карты Беринга были очень точными. И вот адмиралтейство заволновалось, чья же карта точна, чья же неправдива и не верили в правдивость исследований Беринга. И засомневались из-за этого. Спасибо. И еще одно обсуждение. Хачукавалия, город Черкесск. Мне кажется, они были недовольны тем, что он не увидел пролив, который в дальнейшем был назван в честь него, между Камчаткой и Америкой. Умница. Орден, пожалуйста. И медаль Малсугедову. Спасибо. Вопрос номер 9. По возвращению в Петербург в 1730 году Витус Беринг получил награды и повышение в чине. Какую награду он получил и обладателем какого чина стал? Биджи Васяд, село Дружба. Его наградили премией, это 1000 рублей, и его возвели в чин капитан-командор. Умница. Очередной орден, пожалуйста. Переходим к конкурсу «Шанс». Внимание, вопрос. Кому обязана российская земля, получившая свое подданство датчане на Витуса Беринга, и по чьему поручению он встретился с ним? Пожалуйста. Руслан, поселок Кубанский. Русскому флоту порекомендовал крюс Беринга, сказав, что он уже объездил моря и побывал в Ост-Индии. Он хорошо может разобраться с навигацией. И вот таким образом. Это был крюс. А чье поручение это было? Крюйсу кто поручал? Это был Петр Первый. Петр Первый. Пожалуйста. Очередная медаль, которую мы меняем на орден. И на этом все вопросы Агона исчерпаны. Уважаемый председатель, вам слово для подведения итогов Агона. По результатам Агона в полуфинал в качестве Агониста проходит Ловина Анастасия Бакбарзова. Анжелика и Асакова-Умар проходят в полуфинал в качестве теоретиков. Спасибо. А сейчас мне хотелось бы поговорить с нашим уважаемым председателем Ариапага. Хальма Тазретовна, я знаю, что вы являетесь членом регионального отделения Русского географического общества. И вы были участником двух последних съездов Русского географического общества в Москве. Мы лет 20 тому назад в Карачаево-Черкесском университете на отделении естественно-географическом организовали отделение Русского географического общества. В настоящее время оно называется Карачаево-Черкесское региональное отделение Русского географического общества. И 20 лет мы сотрудничаем с Москвой. Так как вы знаете, что мы Северный Кавказ, что у нас имеется Домбай, Тиберда, Архыз, что мы на очень хорошем счету в Москве. Мы приезжаем, нас туда направляют, как вы уже сказали, что я была делегатом двух последних съездов Русского географического общества, которые проходили в Москве и в Питере. Значит, перед нами выступали Сергей Шойгу, Владимир Владимирович Путин перед нами выступал как большой любитель природы, тоже вели эти путешествия, открытия. И если вы помните, что в прошлом году мы с вами проводили по инициативе президента географический диктант по всей России. И географическое общество самое интересное, что есть для меня в данное время. И вот со временем я вас приглашаю стать членами нашего регионального общества и сотрудничать с нами вместе. И вот сегодня я вас сижу. Мне так приятно с вами сидеть, мне так приятно слышать вот эти научно обоснованные знания ваши, что я иногда и забываю, думаю, какой вопрос на что ответить. И мне очень приятно, что вы сегодня такие умные дети у нас в республике, вы наши будущие. Как говорят, я вами горжусь. И мне так было приятно с вами познакомиться сегодня, как географу, как путешественнику, несмотря на мои годы. И вам очень, как говорят, хочу пожелать всех благ, здоровья, знаний. Хочу пожелать такие тут вы, знающие дети, да, и чтобы их было больше у вас знаний. Ну, всех благ и всем организаторам спасибо, что меня пригласили. И очень хочу, чтобы в дальнейшем меня приглашали. Спасибо. Спасибо, Халима. На этом третий огон четверть финальных состязаний Третьей Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Омники» и «Умницы» Карачаева Черкесии объявляю завершенным. Продолжение следует... Продолжение следует...